Ловили, сейчас покажем результаты. Вот это рыбалка, вот это рыбалочка, ребята. Вот этот красавчик, да? Самая большая получается. Убирайте. Сколько толстолобика. Всем привет, ребята. С вами Кузьмич и Карп. В общем, хочу рассказать вам про оснастку на толстолоба. В общем, с чего мы начнем? Оснастка, то, что вы покупаете, вот это вот, понимаете, да? Ее вот такое вот. Ну, там крючки, три крючка снизу, с боков висят. Никуда не годится. Как я ее не ставил, как я не пробовал на нее рыбачить, в общем, никакого результата она не принесла. Рабочая оснастка какая, рассказываю. Фактор, что методом тыка, как говорится, узнал у ребят, у знающих, у профессионалов, кто постоянно ловит толстолоба, что нужно, какие нужны оснастки, какая нужна спица. Вот, показываю вам спицу. Вот такую вот. Вот такая вот спица, ребят. Длинная спица с двумя крючками. Ну, сейчас откручена одна часть у этого. И поплавочек вот такой вот. Поплавочек, почему такой вот? Он с батареей, он светится. Не надо там ничего покупать на него. Батареечку вставил, он у тебя все светится, сдалека все хорошо видно. Они на 100 грамм, на 80 грамм, на 60 грамм. Есть разные, но там себе выберите. Но спица работает только вот такая. Сейчас увидите мое видео, где вот на эту спицу я поймал несколько толстолобов. Работала только она, из всех. Андрюша, сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это рот, это вообще кошмар. Ты посмотри на него. Да-да-да-да-да. Вот это красава. Сейчас, подожди, подожди. Вот, ребята, это самая-то длинная спица. Взял он на нижний крючок. Вы видите, все на ваших глазах. Тут даже три планктона. Но это просто два старых и один новый я одел. В общем, вот такая вот снасть. Она просто работает лучше всех. Работала только она на стояло, четыре удочки с поповками. Так что вот вам результат. Плыви, друг. Вот это вот чудо не работало. Пробовал вот это чудо, не работало. Короче, что только я не пробовал. Ну, в общем, это не работает. Вот именно с двумя крючками длинная вот такая вот спица. Вот она отдельно. Сейчас у меня здесь. Я выгнал. Это продается спицы по 30 рублей. Можно просто спицу купить и накрутить, как хочешь ее. Но эта по 30 рублей была вот точно такая же спица. И я из нее сделал просто вот такую вот. Ну, поняли, да? Сюда заходит... Почему такая длинная? Сюда заходят два планктона. Вот. Именно. Почему на эту длинную спицу заходят два планктона и еще вот этот вот сладкий, детский такой вкусный кукурузный шарик. И закручивается. В кукурузный шарик, соответственно, втыкаются у нас крючочки. И это все держится хорошо при забросе, при всем. И почему два планктона? Потому что я сажаю планктон обязательно гейзер один, а второй обычный. Почему? Потому что гейзер дает сразу мощный напас. Сразу пыль от него прям нереальная. А второй дорабатывает. Гейзер, допустим, там уходит, рыбу сразу привлекает, дает пятно. А второй уже планктон, там молоко. Но я в основном молочными всеми. Там сухое молоко, сгущенное молоко. Там, ну, такими вот пользуюсь. Как бы ни клубникой, ничем таким еще не пользовался. Но вот именно молочные, там, они очень хорошо работают. И работают, что я хочу сказать. Это, получается, самый рабочий. Я не рекламирую, ребят. Я просто, вот, узнал. Это северский. Кто живет в Краснодаре? Северский планктон. Самый рабочий планктон, на который вы будете ловить. Обязательно гейзер. Обязательно гейзер. Вот я его купил здесь вот. Сразу, видите, да? Мне одну пачку. И остального у меня, ну, у меня еще там лишь, да? Это сейчас мне привезли просто. Я заказал. Мне привезли, друзья, этот гейзер. Потому что без гейзера очень сложно толстоловую подходить. Надо дать ему обязательно мути побольше. И, в общем, чтобы рыбка подходила на него. Дальше. Поплавок. Разберем поплавок. Вот я купил здесь новые поплавки. Вот такие вот поплавочки. Он откручивается, этот поплавок. Внутри батарейка и лампочка. Сейчас я покажу. Вы можете его сами. Вот. Одна рука у меня занята просто. Воткнуть. Вот как он горит. Видите, да? И это все ночью, когда вы рыбачите, горит. И вы это видите. Я вам скажу, метров за 200 прям реально его можно увидеть. Как он там, бултыхается у вас или что-то. Ну, желательно. Мне нравится красный цвет. На красный цвет просто очень хорошо. Есть еще зеленый вариант. Сейчас я опять вам покажу. Просто батарейку переставляете. Вот он зеленый цвет. Вот такой вот. Пожалуйста. Закручиваете его так же вот. Ну и все. Батареечки я купил. На три рыбалки хватает этой батарейки. Ну, конечно, если вы днем не рыбачите со светом, понятное дело, она сядет. Вот эти батарейки, они там копеечные. Я взял их и рыбачу. Ну, грузилки с большим отверстием. Я рыбачу на течении более-менее. Но не на большом. Вот 60 грамм у меня вот такие отверстия, чтобы она пробегала через все замочки, через все. Ну, чтобы отгруз был хороший. В общем, ну, делаю отгруз еще на саму спицу. Вот видите, вот здесь вот, в этом месте. Вот отгруз стоит, чтобы не болтало на течении. Пока планктон целый, на течение не болтает. Только он уже все начинает, ну, рыбка его подъела или он просто растворился. Он растворяется в течение. Вот этот планктон на три часа хватает. Именно технопланктон северский. Но я еще рыбачил технопланктоном. Мужичок сам делает. У меня есть знакомый тоже, Серега, по-моему, зовут. Вот у него я брал. Тоже хорошо работает, но он за час, за час испаряется, короче. И есть технопланктон рыбаки Кубани. Тоже хороший. Вот тоже вот там есть и гейзер, разные вкусы. Тоже работает. Я на него рыбачил. Все хорошо. Но он тоже полтора-два часа, и его не остается. Как бы самый длительный. Это мне понравился. Вот только северский. Самый длительный процесс у него растворения. Так что, что я вам еще не рассказал. Пользуюсь вот такой плетеночкой специальной поводочной. Здесь 15 метров. Очень мягкая, очень гибкая. Но вот даже... Вот он у меня. Ее в воде не видно. Она прям вообще прям... А то продают с такими капроновыми. Это шнурами. Что ни один толстолупых не заглотит. Ну, я имею в виду магазинные. Потом крючочки. Крючочки я беру обязательно овнорские. Вот такие вот. Ну, советую вам брать вот такие вот. Я просто все вам показываю. Там от света идет походу. Ну, вот такие вот. Вот крючки. Пожалуйста. Овнорские крючки. От груз маленький на спицу. Обязательно маленький. И грузил 60 грамм уже на центральную. Ну, в принципе, все вот то, что есть. И покажу вам, конечно, снасть уже рабочую. Вы увидите. Которая действительно работает. На которой я ловлю. Сейчас это все я вам покажу обязательно. Все вы увидите. Что еще такого? Ну, все, ничего. Сейчас просто выгибаю сам. Делаю их вот такими длинными. И все. Вот. Работа только с них. Крючок боковой. Должен висеть на уровне конца этой спицы, где закручивается. Вот крючок выгнула. Последняя рыбалка моя. На уровне, где закручивается спица. Вот. Прям берет хорошо на этом уровне. И второй где-то 7 сантиметров ниже должен висеть. На... После спицы. Ну, все. Я тоже опять же покажу, когда будет все готово. Так что, вот так вот. Такая вот работает у нас снасть. Другие не работают. Но если работают, то ловишь на них только вот такую мелочь. Так что... А теперь смотрите, что я на это все пойму. Ребятки, короче, взяли мы этого бамбулю. Сколько время? Час где-то, да? Второй час ночи. Второй час ночи. Аккуратно. Короче, вообще... Нереально. Короче, вообще тянул просто по красоте. Там прям красавчик такой. Вот он, Кубань. Толстолоб. Да, за что взял? Ага. Хорошо взял. Хорошо взял. Вот это. Так. Вот это красава, да? Кипр, блин. Все есть-есть. Да, держи его, ну-ка. Че это скользкий, блин. Сил не хватает, брат. Вот это, да. Достаем нашу рыбу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот она, наша рыбка. Вот они, красавцы. Вот они, красавчики. То, что мы сегодня понимали, ребята. Этот вздох? Нет, живы все. Я бы хотела взять рыбку. Вот такие вот рыбехи. У нас сегодня... Сейчас сам выбежим. Стоим чувствовать. В общем, вот такая у нас рыбалочка.